Музыка Меня зовут Юрий Широков, я депутат областного собрания. Сегодня помогать будет мне Валерий Павлович Сержаков, он стоит сзади и на своих вопросах выйдет. Что такое вообще эти курсы, откуда у нас это все возникло? Дело в том, что в мою приемную до 90% всех посетителей, что приходят, это люди, которых непосредственно волнуют тема жилищно-коммунального хозяйства, недобросовестно работают в управляющих компаниях и так далее и тому подобное. Поэтому возникла такая идея. Сначала возникла идея на уровне сообщества в интернете, создать такую некую группу людей, кому эта тема интересна. Я вам сразу скажу, чтобы вы завышенных ожиданий не ждали от, например, меня, либо Валерия Петровича, мы не являемся какими-то огромными специалистами в области ЖВХ. Но, тем не менее, наш последний, скажем так, практически десятилетний опыт взаимодействия с этой сферой, именно в прикладном плане, мы сегодня хотим это обсудить. Что мы помимо этих курсов, мы выпускаем такую газетку, она, понятное дело, что мы ее оставляем в кафе, в соц. объектах, в ваших издачных материалах есть последний выпуск. То есть здесь, по сути дела, есть кафе людей. Здесь есть как новости личного законодательства. Так и есть вот такие вот интересные вещи, которые я, например, больше времени не видел. Вот на последней странице есть, например, что входит в содержание ремонта общего имущества. Вот такая вот схема. Вот здесь вот на первой нашей газетке, которая была учена во время, как правильное решение, как правило, как ремонт и так далее. То есть у нас эти газеты с собой взяты вот такое количество. То есть если вы хотите, можете взять, сколько вам требуется. Единственное, что у вас пока ограничено вот столько. Вот. Вам выдана папка. Ну, собственно, что здесь имеется. Значит, в этом файлике находится программа. Вот по вот этой программе, собственно, как бы мы будем отталкиваться. У нас есть, скажем так, примерно приближающие 2 часа для того, чтобы это дело обсудить. В том случае, если кому-то надо, скажем, уйти, да, либо там отлучиться по своим каким-то делам, можно просто выходить. Мы надеемся, что через минут 50 мы сделаем там 5-7 минутный перерыв для того, чтобы можно было прогуляться, начать свои дела сзади, так далее. Ну и первое, получается, 5 вопросов буду я обсуждать, и последний, 14-й. Ну и вот, Валерий Петрович, он начинает с 6-го вопроса. Дальше здесь имеется бумажка чистая, можно сделать заметку, да. И имеется газета и визитка. Что такое за визитка? Это просто наши друзья, которые делают периодические услуги в области ЖПХ. Это такая маленькая рекламка, если хотите. То есть таких контор немного, но эти ребята, так сказать, на этом специализируются. Также у нас есть, что касаемо услуг платных. Смотрите, чтобы просто было понимание, услуги там платные. Значит, непосредственно я и здесь, да, можно задать вопросы. И в приемной, наш приемной адрес находится вот здесь вот, в любой газете сверху, да, сверху или снизу. Десятый этаж, офис 210А. То есть, да, это высотка. То есть, по предварительной записи 47-62-60 можно записаться ко мне на прием, либо к моим помощникам. И мы, понятное дело, что оказываем услуги все, как бы сказать, консультацией. В очень тяжелых случаях мы делаем запросы. И такие, кстати, немало случаев непосредственно контрольные, надзорные органы и так далее. Вот. Но я хочу обратить внимание, что это лучше делать по записи. То есть позвонить по телефону, длиться удобного времени и так далее. Ну, и давайте, когда мы приступим к первой теме, ну, первая тема, это тема, такие, скажем, теоретического характера. Вторая часть, блок-тем, это тема более прикладного характера. Это как раз тема, которую Валерий Петрович вам расскажет. Ну, и завершающий, как бы, блок. Я думаю, что есть вопросы. Мы на эти вопросы готовы ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!